Всем привет! В этом видео я расскажу, какие научно-популярные каналы я смотрю на ютубе. И в основном я их и смотрю, потому что, если честно, на ютуб у меня вообще не остается времени, и единственное, что я смотрю на ютубе, это какие-то познавательные и развивающие видео. В общем, я смотрю как и русский, так и английский ютуб, там примерно поровну, по теме физики, астрофизики, иногда психологии, поэтому оставайтесь со мной и смотрите это видео. Начну с русских каналов. Во-первых, это физика от Побединского. На самом деле у него есть неплохие видео, но в основном у него контент ориентирован на людей, которые только заинтересовываются в науке, то есть там такие вот интересные, познавательные, больше популярные видео. Это Артур Шарифов, я его давно уже смотрю, еще с того момента, как он начал выкладывать видео, где объяснять какие-то темы в математике. В общем, у него реально интересные видео, у него продакшн, и то, как он создает эти видео, это просто реально, это очень круто. У него видео тоже более такие популярные, про сон, про время, про четырехмерное пространство, про математику, в общем, круто. Ридл. Я обожаю канал Ридл, и тоже смотрю не все видео, смотрю только те, которые более такие углубленные, в физике в основном, в астрономии, но для тех, кто интересуется наукой, я очень советую посмотреть этот канал. Научпок. На этом канале вообще обсуждаются все темы, которые вообще возможно обсудить. Это касается от биологии до физики, математики, психологии, философии. То, как подается этот материал, это тоже очень интересно. И дальше следующие два канала, они более-таки темы, как подкаст, и более как интервью с учеными. Первое, это постнаука, и я просто обожаю их вообще платформу, сайт и также YouTube-канал. На постнауке я смотрю огромное количество лекций с Поповым, с другими физиками, астрофизиками. Этот канал, он более такой advanced. Там есть, конечно, такие прям популярные видео, но этот канал более для людей, которые реально прям погружены в науку. Последние видео, которые были на этом канале, я вам, к примеру, приведу, это влияние музыки на восприятие бренда, внегалактическая астрономия, мышление задачи, химия аккумуляторов, итоги радиоастрона. В общем, очень крутые, очень крутые видео, я черплюсь там очень много информации. Следующий канал, это SciOne, и они делают реально-реально-реально крутой контент. В общем, на этом канале вы также можете найти людей, которые я упоминала ранее. Это, например, Артур Шарифов или Бобединский. Например, последнее видео, это Сон как ошибка, 4 закона логики, как ученые вербуют вирусы. Также на этом канале я посмотрела курс видео про онкологию, так как я тоже интересуюсь в медицине. Также на этом канале есть рубрика в гостях у SciOne, и туда приходят очень интересные личности, как интервью. Например, там был Лоренс Краус, Ричард Докинс, Джеймс Уотсон, Сугата Митра. Мое любимое интервью на этом канале про то, про школу, современное образование, не учите ребенка учиться, а помогайте ему. Поэтому обязательно посмотрите этот канал. Наверное, это все насчет русского ютуба. Сейчас я перейду к английскому. Там, естественно, все будет по-английски. Первый канал, который я смотрю на английском языке, называется Tree Blue One Brown. И этот канал посвящен математике. Этот канал более направлен на людей, которые изучают математику. Можно это использовать как вспомогательный материал, например. Посмотрите его обязательно. Даже если вы не понимаете математику, то, как они показывают какие-то темы в математике, в матоне, в линейной алгебре, то, как они это визуализируют и помогают людям, не просто как бы заучивать математику, а пытаться визуализировать это и понимать. Поэтому, например, я недавно посмотрела видео про дифференциальные уравнения. Там только начало этой серии, так как я проходила дифференциальные уравнения. Там есть огромное количество интересных видео. Например, там даже есть видео про топологию. Этот канал вы просто обязаны его хотя бы посмотреть. Следующий канал Курцкий Закт in a nutshell. Этот канал похож немного на русский научпок, потому что на этом канале, на Курцкий Закт тоже поднимается огромное количество тем, просто вообще из всего мира, с науки, с психологией. Информация передается через анимацию, поэтому для моих пытливых умов зрителей посмотрите обязательно, если вы тоже хотите так развиваться в разных областях знаний. Третий канал называется Melody Ship. И, боже, ребят, если вы не зайдете на этот канал и не посмотрите его, я вообще настроюсь. Я просто, я реально, я на Патреоне подписалась на человека, который создает этот канал. Ему отправляют донаты каждый месяц. В общем, там человек, там такая идея, что наука, она не скучная, наука прикольная, наука интересная, особенно физика. И этот человек, он сам создает музыку, сам создает анимацию. Он берет интервью с различными учеными, популяризаторами науки, например, Карл Саган, Нилл, Диграс Тайсон, Ричард Файнман. И делает свою крутую музыку, делает крутую анимацию, и все это вместе накладывает, создаются песни. Вот вы спрашиваете меня, откуда я беру мотивацию. Каждый раз, когда я не понимаю, зачем я больше изучаю математику, физику, астрономию, как-то мне пропадает интересно немного, я всегда открываю этот канал, и я всегда слушаю вот эти вот песни, у меня даже на телефон они скачаны. И я просто, мне сразу мотивация, сразу хочется обратно все учить, познавать этот мир, поэтому обязательно, умоляю вас, посмотрите. Там очень круто, особенно в последнем видео, там про будущее вселенной, оно 30 минут, но я там просто заплакала в конце. Следующий канал это NumberPhil, этот канал тоже о математике, и я, в общем, мне кажется, этот канал рассчитан на разные уровни знаний людей, потому что там тоже есть научно-популярный контент, но там есть еще и такой более углубленный контент. И это все про математику. В общем, NumberPhil это канал для тех, кому не нравится математика, или кто хочет заинтересоваться в ней, или кто хочет еще больше изучать, или кто хочет вместе восхищаться. То, какие люди приходят, там есть два моих любимых ведущих на этом канале, ученых, которые рассказывают про математику, и то, как они это рассказывают, с какими горящими глазами, они объясняют какие-то концепты математики, это просто меня таким позитивом заряжает, поэтому обязательно посмотрите канал NumberPhil, и вы реально полюбите математику после этого. Следующий канал это PBS Space Time. Это тоже один из моих любимых каналов на YouTube, потому что... Но сразу предупреждаю, что этот канал рассчитан более на такой advanced уровень в физике, в астрономии. В основном там говорят про современную физику. Это космология, астрофизика, квантовая физика. И там поднимают такие вопросы, которые я вообще даже раньше не задумывалась. Это более научный канал, чем научно-популярный канал. Но все же, я просто обожаю... Особенно я обожаю ведущего. В общем, последний канал это Domain of Science. И там мне очень часто выходят видео, но когда выходят, я на них просто залипаю, потому что это такой нестандартный контент. Мне кажется, видео более направлено на людей, которые хотят ознакомиться с физикой, с другими науками, с математикой, и хотят вообще понять, в чем прикол вообще, что происходит, и хотят понять какие-то базовые знания. Кто хочет ознакомиться с наукой, пожалуйста, посмотрите этот канал, и я думаю, что вам очень понравится. Вот. На этом все. Я очень хочу, чтобы на русском ютубе также было очень много интересных каналов, таких вот научно-популярных, потому что на русском ютубе сейчас немножечко не то творится. Поэтому, если у вас есть какие-то любимые научно-популярные каналы, которые я не упомянула в этом видео, обязательно напишите в комментариях. Я серьезно вот, я очень хочу посмотреть какие-то еще новые каналы, и мне кажется, будет для других тоже полезно. Поэтому спасибо, что посмотрели это видео, и увидимся в следующем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok